Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Пока немецкие политики думают о том, как справиться со вторым сроком Дональда Трампа на посту президента США, экономисты подсчитывают убытки. За год ФРГ серьезно сократила экспорт в Россию, Турцию, Индию, Китай. И это вызвано неразногласиями с этими странами. Экономика Германии всегда была самой сильной в Евросоюзе. Она остается ей до сих пор, однако тенденции, которые происходят в этой стране, говорят о застое и даже снижении роста валовый внутренний продукт. Недавний пресс-релиз Федерального статистического ведомства Германии говорит еще и о том, что экспортные мощности ФРГ снижаются. Поставки немецкой продукции в страны, не входящие в Евросоюз, продолжают падать. Если же к власти в США придет Дональд Трамп, который обещает ввести пошлины на европейскую продукцию, ФРГ придется очень тяжело. Останутся ли немецкие товары конкурентоспособными в таких условиях? Или Германии нужно смириться с тем, что звание первой экономики ЕС не обеспечивает процветания и стабильности? Эпоха промышленного процветания ФРГ закончилась. Федеральное статистическое ведомство Германии Дистатис опубликовало пресс-релиз, в котором отмечают не очень хорошую тенденцию. Экспорт страны в третьи страны, не входящие в Евросоюз, в июне 2024 года сократился на 2. 6% по сравнению с маем 2024 и на 4-5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дистатис отмечает, что ФРГ в июне 2024 экспортировала в эти государства товаров на сумму 58 миллиардов евро после сезонной и календарной корректировки. При этом за последний год произошло резкое падение поставок в Россию на 27%, а в Турцию минус 16%, в Китае минус 9-9%. И если в отношении РФ все достаточно логично, правительство Германии разрывает любые отношения с Москвой и даже пытается контролировать лазейки, которые находит немецкий бизнес для торговли с Россией, то в отношении других государств есть вопросы. Почему экспорт ФРГ снижается? Продукция этой страны потеряла конкурентоспособность. Отчасти – да. Как отмечают в Дистатис, основным экспортным продуктом Германии в 2023 году стали автотранспортные средства и их части. Их доля в экспорте страны составила весомые 17%. На втором месте – машины с долей 14%. А теперь давайте вспомним, в каком состоянии находится автомобилестроение ФРГ. Начиная с середины 2022 года, когда из-за резкого скачка цен на энергоносители большинство немецких промышленников оказались в сложном положении, автомобильные заводы часто останавливали свою работу на недели или даже месяцы. А некоторые и вовсе начали уходить из страны, пытаясь найти место с более благоприятными условиями. Например, Форд в начале 2024 года сократил 3-5 тысячи рабочих мест на своем заводе в немецком Сар-Руисе. В итоге Икметал заявил, что договорился о том, что на немецком заводе Форд останется примерно 1 тысяча рабочих мест. Зато в 2023 году власти Южной Каролины в США сообщили, что возьмут на себя большую часть расходов по строительству на территории штата нового завода Volkswagen. BMW, кстати, расширяет и модернизирует свое уже действующее производство в той же Южной Каролине, вложив в это 1 евро 7 миллиардов. А глава концерна Schaeffler одного из крупнейших поставщика автозапчастей ФРГ заявил, что следующие свои заводы компания будет строить в США. В целом, похоже на то, что эпоха немецкой автопромышленности подходит к концу. Конечно, в стране еще остаются заводы по производству машин, в том числе и электромобилей. Но эта продукция получается дороже из-за высоких для предприятий цен на энергоносители и в итоге не может конкурировать с теми же китайскими электромобилями. Как же так получается, что все западные компании-монстры в нефтяной и газовой сферах, которые снабжали нас новейшими технологиями в добыче и переработке, ушли из России, отказались поставлять нам новое оборудование. Разорвали контракты на обслуживание действующих заводов, прекратили все инвестиции, заморозили рабочие и строящиеся проекты и так далее. А мы не только не умерли, но и увеличили поступление в казну от нефтегазового сектора. Чудеса на виражах. Да, шок. Это по-нашему. Запад реально в шоке. Все их расчеты на быструю разорванной в клочья экономикой и принуждение нас к сдаче на мировой арене на их условиях показали, что с аналитикой у коалиции Запада вообще беда. Мозги, дело такое, обычно их не видно, но, когда не хватает, очень заметно. После развала СССР западные кураторы постарались полностью починить своим интересам весь энергетический сектор России. Распил ресурсной базы шел нагло с циничной ухмылкой и с похлопыванием по спинке. Составлялись долгосрочные контракты, которые мы подписывали с одним желанием – выжить. Было не до жиру. Для разработки месторождений нефти и газа создавались предприятия с долевым участием и подписывались соглашения о разделе продукции. По условиям этих соглашений участникам предоставлялось право покупать получаемое сырье практически по себестоимости. Кроме того, добываемые углеводороды не облагались никакими акцизами. Это был прямой и бессовестный грабеж наших ресурсов и нашей казны. Владимир Путин в течение 20 лет по крупицам забрал каждый участок нефтегазовых месторождений, выдавливал западные компании из энергетического сектора, всеми силами разрывал соглашения о разделе продукции. И все становилось очередным подарком для бюджета, где денег становилось все больше и больше. И вот наступила благословенная эра санкций ЕС. Эпоха 30-летнего воровства наших ресурсов и высасывания денег из российской экономики неожиданно для ЕС подошла к своему завершению. Наши политики и бизнесмены воспользовались ошибкой Запада и с нескрываемой радостью экспроприировали экспроприаторов. Начиная с 2022 года, одна за другой компанией сливали свой бизнес в России и уходили, как ежики в туман. Впереди планеты всей, очень ожидаемо, стали крупнейшие корпорации. В марте 2023 года свернула все проекты и прекратила инвестиции британская British Petroleum. Она была главным партнером Роснефти на протяжении 10 лет. Но политика выше экономики, поэтому British Petroleum смыла сразу. В Роснефти они владели 19-75%. В других проектах British Petroleum владела 49% в геологоразведочном совместном предприятии «Ермакнефтегаз» и газовом проекте «Харампурнефтегаз», а также 20% в ТААС-Юрях, которая разрабатывала среднебатуабинское месторождение. Несмотря на все попытки еврокомиссаров воздействовать на Пекин и оторвать его от партнерства с Москвой, отношения между двумя странами сложно назвать партнерскими. Однако они постоянно ищут новые точки соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря усилию этих государств получается реализовывать проекты, способствующие нивелированию ущерба, которые пытаются нанести страны Запада при помощи санкций. Одним из важнейших результатов можно назвать изменение статуса Архангельской области, которое теперь может стать крупным международным логистическим хабом. Здесь будут принимать грузы из Китая и других азиатских стран для дальнейшей переправки их в европейские страны. В связи с созданием нового хаба опять проиграл Евросоюз и Казахстан, который все больше проявляет лояльность к нему. Реализация проекта позволит ускорить доставку грузов из Китая и при этом миновать Казахстан. Европе нужны китайские товары ровно так же, как и товары из других азиатских стран. Польские перевозчики теперь не помогут, а попытки воздействовать ан Китай не увенчались, да и не могут увенчаться успехом, так как у Запада нет серьезных рычевов давления на эту страну. Трассам-12 раньше строилась до Екатеринбурга, но недавно решили, что магистраль будет тянуться до самой китайской границы. Несмотря на то, что протяженность маршрута, как и затраты на него увеличится, в перспективе он себя окупит. Кроме того, новый торгово-экономический центр реально создать в рамках транспортного коридора «Север-Юг», через который Россия получит прямой доступ к Ирану, Индии, странам Азии и Ближнего Востока. Коридор станет одним из ключевых элементов проекта «Один пояс. Один путь». Другими словами, сотрудничество Китая и России продолжает оказываться перспективным, а реализация новых проектов позволяет получить преимущество как самим странам-инициаторам, так и зарубежным партнерам. Новые маршруты должны будут пройти через территорию Киргизии, Туркмении и Узбекистана. А вот казахи останутся не у дел. На одном из форумов попал на чье-то сообщение и долго смеялся «Мы молились на этот проект, а они нас кинули». Да, серьезно? Ну простите. Из-за активной политики Казахстана принято решение исключить страну из проекта, так как Такаев не заботится о выполнении обязательств по транзиту фуры, постоянно задерживают на границе.